Hello everybody, hi my students, hello friends, especially Лилечка и Валечка from Canada, Montreal. И мы сегодня рассмотрим, продолжим выборы, интересный, тоже симметричный. Выбор произошел в Хабаровском крае. Там губернатор, экс-губернатор был шпорт, да, вот мы и хотели заняться шпортивными новостями из Хабаровского края. И сравнить интересы с Владимирской областью, как это все перекликается. Все это, что в прошлый раз мы говорили, что это все спланировано, это для выпуска пары, и так все считают. И такие уважаемые обозреватели, как преподаватели, доценты типа Шульман, вот, которые всеми уважаемые, они тоже так же сказали, мне не высказали, что это просто для выпуска пары были выборы. Там протестные голосования для выпуска пара, поскольку там напряжение очень сильное на Дальнем Востоке, ну, вплоть до отделения. И вот там мы рассматривали вчера Орлову и Сипягина, да, и поняли, что, ну, это, вот она Орлова, и это была наследователь вообще-то, должна была там в своей еврейской и работать, автономной области, там же тоже дел много. А он, вот видите, полный крест, мы вчера рассмотрели это. И, смотрите, 54-й год, да, у неё рождение, 54-й, 23-го, 10-го, а у него рождение было 70-го. Теперь открываем Хабаровский край. Казалось бы, другая страна вообще, сколько километров до Хабаровского края? И мы смотрим и удивляемся, что мы видим. Вот он, Шпорт, видите, тоже 54-го года, только не 10-го месяца, а июнь, 16-го июня. И тоже он был из Единой России. Вот, ну, матрица, конечно, другая, потому что день другой, но год, так же, как у Орловой, 54-й год. То есть смена поколений там просто произошла. Ну, и под другой вывеской это назвали ЛДПР вместо ЕР. Собственно, это одно и то же. Одно из подразделений Единой России, это ЛДПР, как говорится, для выпуска пара созданная. 1970-й год, видите, так же, как там. 54-й сменился на 70-й год, на 12-й тоже второе. А у них день рождения рядом, тут 19-го, да это 12-го, второго. То есть соберутся там вместе они, одногодки. И вот, что такое. Вот у нас шпорт. Почему у него так долго он там сидел? Сумма небольшая, но дельта у него плюс 3. Он там для... договорился хорошо с центральной властью и сформировал там команду по ограблению этих спекулянтов, оторговле вот этим лесом, всем и всё такое прочее. Год лошади тоже, так же, как этот год, одинаковые люди. Честный человек. Ну вот, по другим версиям там у друидов, он отличается от Орловой тем, что он больше домосед, обжора, трус и тихоня, трус, обжора, шпорт. Вячеслав Иванович. И Гаис также тоже та самая, как и Орлова. Ну, тоже две пятёрки, как у Орловой, но троек мотивации у него большие. Ещё больше способностей наследователей. Вот они все не использовали свою матрицу. Ну, тоже нету восьмёрки, видите, поэтому его народ там возмутился. И у него главная задача была свою семью набить деньгами. Вот пятёрка по деньгам. И плюс тоже по сексу, ну, как Орлова, только в штанах, правильно? Тоже, как, то мы назвали Артемид и Феска, и этот, значит, Аполлон, Ахаполон. И любовь, как искусство. С семьёй он особо не дружит-то тоже. Тройка у него, у него натянута, он лучше друзьям время отдаст. Ну, духовность высокая, ну, так вот у него нету вот этого сектанства такого. Делу Гундяева предан. Фургал. На что сменили? На фургала. Потому что этот уже надоел, потому что восьмёрки нет. Мы говорили, что если восьмёрки нет, это бестолку назначать человека вообще руководить. Вот хотя данные у него большие, всё такое, плюс у него ещё семёрки нет, ещё невезуха. Полная невезуха. Сменили на фургала. Избранный губернатор Хабаровского края. Вот. Год собаки тоже, ну, так же, как у Сипягина, у Владимира. Ну, эти хотя местные. Этот Сипягин, то он с Харькова. И вот он, значит, да, начинал он с спекуляции дровами, дрова направлял в Китай. Рубил там хорошие деревья и направлял там, спекулировал. Вот у него был начальный бизнес. Сфотографировал... Он член Думы был от Хабарской области, Государственной Думы. Сфотографировал там стаканчиками, пластмассовым стаканчиком в зубах вот известная фотография. Он там сидит, спит, и стаканчик у него во рту. То есть он по глоточку от него отпевает. Видите, какое созвездие тоже у него. Очень интересное. Оно часто встречается, мы потом расскажем, у кого и где. Специально, может быть, передача по этому вопросу. Тоже по семье-то у него нет, у жены-то. Образование медицинское. Из такой семьи крепкой. А по отцу знаем, что он Иваном был. Больше ничего не известно про его отца. Но зато про мать хорошо известна. Она почётный гражданин города Паярково. Хабаровского края. Посёлка Паярково. 11 у нас совсем ничтожная сумма-то. Ну, куда руководить? Ну, надо было поставить для выпуска пар. Вот так, как белых, можно потом его и засадить. Дельта минус 6. Деструктор полный. Ну, естественно, руби и вывози в Китай. В полной спекуляции. Единица. У него тоже он любит девочек перебирать. По семье 6. Видите, у него с семьёй и женой не в порядке. Но сын есть. И сын взрослый. Будучи студентом, он его тоже уже в политическую работу. Он у него баллотировался тоже в ЗАГС собрании Хабаровского края. Не прошёл, к сожалению, почему-то. Ну, сейчас вот пройдёт. Потому что у него сейчас ещё три брата есть. У Фургала-то у этого Сергея Ивановича. Ещё и два-три Ивановича про них скажу. Тоже со здоровьем-то у них всех неважненько. Так же, как у Сипягина, у Орлова и так же, как у этого предыдущего. Вот. Они просто не тянут на руководителя даже по здоровью. Потому что им надо только своим здоровьем. Энергетика у него, видите, шесть по энергетике. То есть это в минус идёт. То есть у нас ещё плюс вампиры. Нету ни пятёрки, нету ни тройки, ни восьмёрки. Уже ничего нету. И шестёрки даже привязки к земле нету. Почему? Потому что его земля-то интересует с точки зрения только прибыли. Хотя зарабатывать деньги-то он не умеет. Он паразитирует вот на этом спекулянтском деле. У него единица по деньгам. Он так же, все деньги-то испарятся у него в этом Хабаровском крае все. Плюс скрытый эгоист. Вот это все его минусы. Но зато у него вот революционный характер. Это революционер. Он может сыграть на отделении Хабаровского края, присоединясь к Японии. При плохом повороте, при ослаблении сильном Москвы. Он вступит в сговор даже хоть с Японией, хоть с Китаем, хоть с кем. И с удовольствием переедет жить в Китай. То есть это революционер духа. Ему за место не держится, это перекати пуля. Гал. Гал. Они где сейчас? Во Франции, да? Фургал. Фургалская. Что можно сказать? Это так справедливость. У него заложена по матрице справедливость. В то же время, как вот по цветочному календарю, у него карьера выше семьи. И по друидскому календарю он склонен подпадать чужому влиянию. Ну, естественно. Обладая такой энергетикой, зашкаливающей в другую сторону уже. Он вынужден там вампирить и ждать. Интуиции нету, главное. И он под влиянием все время какой? УПГ. То есть организованной партийной группировки. А какая у нас одна УПГ организованная? Это Единая Россия. Вот она руководит вот этими вот... Ну, платит деньги-то она... Она же ЛДПРу платит. Все, Единая Россия отстегивает и коммунистам, и ЛДПРу там. С праворосом, и тем, и тем, и Мироновым, и Фигоновым. Всем выплачивается из одного кошелька, из одного бюджета. Все партии пристегнуты для того, чтобы дурить народ. В принципе, разводить вот так вот. Раз. Наперстость. Для наперсочка нужно большой коллектив партии вот эти создать. И мы говорили, когда про президента США, отмечали, что в США сразу этот вопрос стоял еще при Вашингтоне, Жоржа Вашингтоне. И он именно в Вашингтоне настоял, чтобы было две партии. Две совершенно независимые партии друг от друга. Республиканцы, демократы, чтобы не перегревалась вот эта одна партия. Она перегревается у нас сейчас ЕР. Она перегревается и фактически вынуждена создавать вот кучу этих мелких-мелких группировок, чтобы спускать вот этот перегрев пар. А в США такого не происходит, потому что там все время демократы, республиканцы, так они периодически все выдвигают в свои программы, кто лучше там того. И даже существует такое, что из демократов кандидат переходит в республиканцы, и наоборот, из республиканцев в демократы. Так же, как вот Буш сейчас, то есть Трамп, сейчас будучи республиканцем, но не все республиканцы его поддерживают. И в то же время его поддерживают часть демократов. Поэтому, но в то же время платформы у всех разные, кардинально разные платформы. Не то, что все вот они заодно голосуют. Нет, они голосуют все по-разному. А у нас и ЛДПР, и Единая Россия, они фактически все голосуют одинаково. И даже КПРФ, она голосует в основном за антинародные законы. Это тут случайно она против пенсии проголосовала, и то потом они долго вылизывали задницу гаранту Конституции. И до сих пор еще вылизывают, и на выборах-то их не поднимаются, нигде нет возникновения. Какой опасность? Считали, что вот выборы должны пройти хорошо, но вот опасность представляет вот эта оппозиция, это Навальный. Они считали, что вот оппозиция Навальный. Если мы сейчас Навального закроем, так же как Квачкова, то, значит, все выборы пройдут везде. 99% будут за партию Единой России, за кандидатов Единой России. А это оказалось не так. Несмотря на то, что вот сейчас опять посадили Навального, по схеме Квачкова его ведут, по схеме Квачкова. Сейчас его... Квачков тогда тоже оправдался, его выпустились, и так же в зале суда его арестовали снова. И сейчас мы пришли аж участие в госперевороте. Квачков сидит и закрыли надолго его там, этого 70-летнего старичка держат, да, по политической статье. Пенсионер, 70 лет, его держат по политической статье. Вот. Так же и Навального тоже сейчас. Они в зале суда его сразу арестовали еще. Еще сейчас дали ему 20 суток, пока вот это вот устаканится все, чтобы он не выступал по интернету. Он же разоблачил сейчас Золотова. Может, они там турнир хотят, внутри в тюрьме устроить Золотов Навальный. Может быть, с этой целью его закрывает. Потом к нему в камеру придет Золотов и предложит ему, значит, вот эту дуэль. В камере. Правильно? Почему? Потому что у нас же ведь делается путем пыток все вот это, с заключенными. Даже жалуются некоторые политические заключенные, что ФСБ даже пытают. А считается, ФСБ это уже интеллектуальные люди, это муск нации, все руководители все из ФСБ, гаранты из ФСБ, из КГБ. И у них вот эти самые совершенные детекторы лжи и так далее. И они пользуются средневековыми методами пыток, изощренных вот этих пыток. Какой смысл, когда есть техника? Значит, внутри, когда он туда поступает на работу, вот в это ФСБ, у него уже есть садистская, и выбирают туда садистов. То есть, они сами рвутся туда, садисты, на эту работу. Также Литвиненко, он же фактически садист был. Он же тоже пытал там этих заключенных. И было видео, когда он там по морда самым лупасит, этим заключенным, бьет по физии Дедведенко. Он тоже уже работал вместе с гарантом нашим. Они были одного уровня. То есть, еще от Совка остался этот средневековый уровень вот этого, вот этих ежовок, берия, рукавицы эти все, все они остались. И садистская, а где еще-то? Кулаки-то почесать хочется, рукосуи. Их назывался, хвощедрин, рукосуи таких людей. И вот они везде руки свои суют, и лишь бы кому-то это попытать, подать, вот им это наслаждение. Это легально, они удовлетворяют свою садистскую страсть. Это вот у нас такой вот вырастил Феликс Эдмундович, да? Они же его и скинули с площади потом, в итоге. Хотя еще они портретики держат, но это там для иностранных корреспондентов, для дураков населения, что вот у нас порядок и честность. У нас все полковники наркотиками не торгуют, наркотиками они на наркотравке не сидят, и в розницу не распространяют. У нас все чисто, никаких пыток, у нас все культурно, детекторы лжи, по телевизору у нас детекторы лжи, а на Лубянке нет. Но это я отвлекся. Вот Фургал дальше, мы что хотели. Выбрали Фургала Сергея Ивановича. Видите, что человек, ну, явно руководимый извне. Тут и видно, он подвержен чужому влиянию, чужой воле. Сначала на нее кто влиял? Мама. Мать, она заслуженный гражданин города Паярково. Да? У этой мамы вот четыре сына. Сергей вот этот Фургал, потом еще Юрий, Алексей. Вот. И Вячеслав. Сергей, Юрий, Алексей и Вячеслав. Вот четыре брата. Значит, старший, старший, он с 1953 года рождения, это Вячеслав. И тоже, где он там? Он же Вячеслав. Он в ЛДПР тоже. Все четыре брата, все в ЛДПР. И все они во власти. Сидят в думах там, это. Распределены они там по Хабаровскому краю. И все от ЛДПР, и все в думах. И сын Сергей тоже, он сейчас пристегнут тоже к политической, к этой работе. Сейчас вот он его назначил, и сейчас продвинет его тоже сына. То есть мы что там имеем? Семейственную политическую власть. Как в Америке, вот они тоже, все же президенты, все они так или иначе родственники. Это отметила, отметили историк один, который занимался вот этим деревом президентов. От Вашингтона и вот до Буша. Оказалось только Ван Бюрен, там голландец он со стороны. Остальные все так или иначе, вот семейные связи. И у нас то же самое складывается. У нас Москва это приветствует. Почему? Потому что вот дочка Гаранта, она тоже получила грант в МГУ, там она уже миллиардом долларов владеет. И куча организаций вокруг нее тоже, которые должны давать миллиардные доходы. То есть села она на вот это руководство. Также и здесь, а потом может она в президенты будет. Или там поможет с президента следующего. Дальше что? Взять у нас было на юге, то вот при Ткачеве. Был министр такой сельского хозяйства Ткачев. Очень такой перспективный человек. Который тоже там семейство на юге приветствовал. И при нем выросла орденоносная, он награждал орденами. Орденоносная тоже семья под руководством мамы цапок. Мы знаем, что этот цапок такой там вырос. И такая куча цапков. И все они занимались чем? Ну нормальными делами, которые занимаются все империалисты, капиталисты, средневековые баи, перы, херы, перы. То есть рабов использовали раб. Кто рабов не подчиняется, они его тут же на поле закапывали. Ну это тоже Лаос, Камбоджа, тяпками забивали всех несогласных, кто там не выполнял их неволю, не отдавал им там имущество. Они наезжали и закапывали. И только в результате уже вмешательства международного, несмотря на то, что крыша была от Ткачев, она и осталась. От крыши, сейчас мать-то не закрыта, вот один сыр только погиб там в тюрьме. А остальные-то все цапки, а там же под крышей они остались. Почему? Потому что эта политика, она идет сверху. Она идет от Кремля, она идет от Лубянки, где пытки, где пытки. То есть садизм, он на высоком уровне от рептилоидов, потому что они все мизантропы. Ну вот эти, кстати, не мизантропы. Вот и шпорт был, не мизантропы, и этот, он не мизантроп, но он управляемый. Но факт тот, что вот семья, видите, вся пре-ЛДПРенная. И, как мы говорили, власть это что? Это черный ящик. Если на входе совок, то на выходе может быть цапок. Цапок. Не сапок, а цапок. Сапки. На входе совки, а на выходе могут быть цапки. Цапки. Так же, как на входе был добропорядочный, как говорится, боссовик-затейник, завклубом, полпут. А на выходе полпут получается уже. Полпут. Уже головы летят, уже там самолеты сбивают по 15 человек. Уже высококвалифицированных специалистов. Кладут сами уже сами. Нам испытать надо. Мы уже испытываем там боевую технику в условиях Сирии. Это его генерал оправдывается. Мы уже не садисты. Мы просто испытываем новую технику. Сейчас вот С-300 еще туда хотим. А что бы там из этих хоть один самолет израильский избили, а они летают все время, бомбили, бомбили, бомбили. А мы считаем, что мы помогаем Асаду. Чем мы ему помогаем-то? Наводим эти израильские самолеты на Асадские. То есть мы являемся там хорошими следователями, да? Как вот на Лубенке, да? Хороший следователь, плохой следователь. Плохой следователь это вот этот, как говорится, сатанист израильский, Адна Таньяху. А хороший следователь у нас сидит Гарант. Он за Асада, вроде как бы за Асада. А на самом деле генералы его говорят. А мы что, мы тут испытываем все. Нам надо испытывать всю технику, и личный состав его. Так же, как про Афганистан говорили тоже. Вот таким образом, никакого улучшения, наоборот, ухудшения еще у шпорта были какие-то, но ему не давали работать, и у него не было везения еще к тому же, везения для этой работы руководящей. И был эгоизм, и вот эта вот тихушность, которая, и много привычек, шестерка у него по привычкам, у этого шпорта была. Вот шестерка вот этой, привычки. Она не давала ему. Вот этот вот революционер, да, он может выродиться и сапка, а может быть герой гражданской войны. И семья, партизан, как было там раньше, тоже при советской власти, семьями уходили в партизаны, и занимали, партизанские отряды занимали города. Вот тут такой вариант возможен, потому что семейное влияние может победить московское влияние. и центробежная сила может превзойти центрестремительную. Как луна у нас вот на 5 сантиметров, каждый год удаляется от земли. Также и там вот уже каждый год за 20 лет уже Хабарский край фактически удалился от Москвы. И даже он сам вот фургал и заявил, что мы же всегда были независимы от Москвы. У нас такое население, у нас самостейность главная, независимость и всё такое прочее. Это вот влияние вот этой единицы. Он сразу же после выборов заявил о своей самостейности. Вот и сравнили мы, видим, что во Владимирской области человек с 54-го года уступил место человеку с 70-го года рождения. То есть это 16-летний вот этот цикл. То есть поколение, у них там руководящие 16 лет. Новый руководящий состав. Сменилось что? Более-менее ничего на худшее. То есть если были какие-то дарами обладали, то эти дарами не обладают. Вот в Владимирской области вот восьмёрок нет. И тут тоже восьмёрок нету ни у кого. То есть это говорится о том, что будут вот они соблюдать статус-кво и всё такое прочее. А что мы говорим об Андрея Сергеевича Ищенко, там Тарасенко, это уже там всё известно. Да, тоже вопрос закрыт. И тоже видим, какой ромбик, да? Хотел напомнить. Вот он у нас, Тарасенко, это экс-губернатор. Видите ромбик со звезды? Ну тут 4 девятки. Это человек такой грубый достаточно. И невыносимый в обществе Тарасенко. Вот он сменил. Его уже не могли выносить. И сменили его на Ищенко. Ну у которого тоже вот привычек много, 5. Это вот тоже мизантроп. И этот был мизантроп шестёрка, и этот мизантроп. Мы про них уже говорили. Это генеральский. Вот у нас такие выборы получились. Короче говоря, Хакасию, если только смотреть, что потом Хакасию. Но в целом итог получается такой, что выпуск пары на местах состоялся. То есть люди поняли, что какие-то выборы есть, и всё такое, пока они ещё в состоянии таком, что вот, мол, что-то мы решаем, да? А что вы решаете? Вы шило сменили на что? На другое такое шило. Мыла-то нету, как в Швеции, да? Мы вот в Швеции, Швеция, всё там уровень жизни, говорим, большой. А там все дети вшивые. В школах вши, и никто не занимается. Никто вши не гоняет в Швеции. А богато все, да, приходят школьники, всё богато одеты. Хорошие школьники. Но все они вшивые. И запусти одну туда, одну тифозную воши, и в Швеции смотришь, через неделю не будет. Правильно? Вот одно богатство. Жижнец вот на такой ниточке висит, что сегодня одно богатство, а завтра там голая земля. Вот сейчас какой-нибудь черноджобый приедет, а уже много черноджобых-то, от слова джоб, трудиться чернорабочие, я называю, черноджобые. Черноджобые приедут, и там одна будет вошка и среди этих, ну и в школу, считай, в школу всё это. И вся Швеция с её уровнем жизни вся полетела на смартфон. Вот недаром у них там сейчас, хотя вот там недоверие этому правительству. Уже обовшивили все, надо, поняли, что правительство надо менять. Вот таким образом. То есть люди понимают, только когда вот не перекрестится, когда мужик не перекрестится, пока гром не грянет. И вот гром грянул сначала на периферии, а потом постепенно к центру, к центру, к центру, он и соберётся. Потому что Единая Россия никак не понимает, что она не понимает, что она думает, что на переправе они не меняют. Вот у нас же война, все кругу враги, а в это время они набивают карбаны и за границей складывают всё там. Ну, фонд национального благосостояния, Кудрин говорит, а это врет паразит. Это же их, они же по своим карманам его распихивают, этот фонд. И у них везде там это всё схвачено. Везде друзья. И в Сирии они там играют вот так с Израилем, они две руки одной и той же хаббатской машины военной, правильно? А Асады этого они, и Асады, и этих саудитов они разводят, и иранцев они разводят, тренируются на них, вот это вооружение тренируют. Ну, и, конечно, которые под раздачу, там русские попадут на самолёте. Видите, там одни русские фамилии. Там же не было, и вот Йом-Кипур, там же не надо евреев посадить на этот самолёт, это 15 человек, которые разбили, а на русских надо там жертвоприношение принести. Ну, и созвонились, может, там можно. Ну, за минуту мы там предупредим, ладно. Потом на нас свалить, а мы на вас будем сваливать, и всё. Хорошая следовательна Плакова. И так отвлечём общественное мнение страны. А на самом деле, вместе, секретные договоры, всё время вот тут торчит, этот хаббатник Натаньехов, сатанист, он всё время в Кремле, он как работник, и приезжал вот этот министр обороны-то ихний, сейчас приезжал согласовывать эту, убой самолёта, то он приезжал оправдываться. Он же закончил МГИМО. То есть они, это филиал, вот эту же хаббатскую группировку, она как в России, сложилась хаббатская группировка после отравления Сталина. Как мы говорили, что отравление Сталина, это рук дело рептилоидов. Мы видели, что в окружении Сталина были практически одни рептилоиды. Вот таким образом. То есть выборы без тоже, это, election, without choice. Также вот эти все выборы и в Хабаровском крае, и на Дальнем Востоке. Ну, в Хакасии мы потом рассмотрим. Вот такие дела. То есть на входе совок, а на выходе сапог. Вот. И так вот обули страну. А благодаря кому? Благодаря Зюганову, который поразит тогда, не вывел людей на площадь. Тянянь мой не устроил. Всего доброго, и до новых встреч. Зюгана, роль Горбачева, Ельцина, Зюганова, и промежутки между ними, это отрицательные, будут они. Памятники будут стоять, как Иваном Грозным, на уму. Да, поставили памятник Ивану Грозному, самому разрушителю демократии, Нижнего Новгорода, и фактически похерил на результаты деятельности Андрея Первозванного. Ну ладно, на земле так оно и смотрим, эти сфинцы стоят. Он же памятник тоже, сфинцы-то. Мы же не понимаем смысл, а смысл-то простой. Голова вроде похожа на человека, с человеческим лицом, да? Ну, звериная сущность управления, с человеческим лицом. Для того, чтобы отвлечь вот это быдло и этих бандерлогов, мол, мы такие же, как вы, то у нас лицо-то такое же, как у вас. И три волосинки, так же вот зачесаны, всё на два ряда, как у вас. А сущность-то под этой подовечьей шкурой, да что там стоит-то? Зиноксари, полпот, там эти всякие грозные, грязные, ежовые, берии, там и садисты, и сейчас современные садисты. Ну, уже казалось бы, наука-то даёт им, вот учёные-то они же, все беспартийные учёные, настоящие, они в партиях не состоят, и власть меняется, учёные-то они продолжают свою науку, дали им уже детектор лжи. Ну, как же это? Надо же руки совать, надо же футболить, надо же котлету делать, котлету делать, сочную, отбивную, за несколько секунд я себе сделаю отбивную. Вот это всё воспитание. А в прошлом ролике я сослался, как командир части, призывает своих подчинённых голосовать за партию власти, это в Хабаровском крае. Вот как он вывел всех их на плац, и как он с ними объясняется очень по-культурному. И вот если статью к нему применить, там современную, сколько там было последнее уложение, за нецензурное слово, произнесённое в общественном месте, штраф 300 рублей. И вот просто посчитайте, насколько он там наговорил этих слов нецензурных. Вот командир, генерал, своим подчинённым даёт инструкцию, как голосовать. И если я увижу, то, что вы голосуете не так, я, в общем, смешно. Там ссылки в прошлом ролике есть. Всего доброго, до новых встреч, до новых спортивных новостей.